Всем привет! Каждый день команда «Универ Ньюз» готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. В КФУ состояло заседание ректората. Результаты многолетних исследований генома татар обсудили в ток-шоу. Таможня передала зоологическому музею КФУ «Чучело крокодилов». В Казанском федеральном университете состояло заседание ректората. На нем были обсуждены вопросы приемной кампании, в особенности привлечения иностранных абитуриентов. Подробнее в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете прошел ректорат, посвященный подготовке к приемной кампании приема иностранных абитуриентов. Первым докладчиком стал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. Акцент был сделан на динамику привлечения иностранных абитуриентов. По его словам, по плану на следующий учебный год будут приняты 1465 обучающихся из дальнего и ближнего зарубежья. Из стран СНГ онлайн-этап отбора уже прошли более 3000 абитуриентов, а экзаменационные работы написали более 5500 человек. Показатель приема иностранных студентов – это один из самых явных показателей востребованности образовательных наших программ иностранцами, которые приезжают к нам, независимо от того, где мы локализуемся. Проректор по биомедицинскому направлению, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов рассказал, что институт наращивает число направлений подготовки, реализуемых на английском языке. Институт фундаментальной медицины традиционно находится среди лидеров по привлечению студентов из стран дальнего зарубежья. Однако плохо адаптированные иностранцы в больших количествах отсеиваются на последующих курсах. Андрей Киясов предложил усилить профильную подготовку на подготовительном факультете, где на первоначальном этапе учатся все иностранные студенты. Проректор по научной деятельности, директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев отметил расширение образовательных программ на английском языке и проблемы адаптации иностранных студентов. В этом году институт планирует принять около 80 студентов из ближнего и дальнего зарубежья. Ректор призвал ставить более амбициозные задачи, а для повышения привлекательности вуза посоветовал переформатировать не только содержание, но и название программ. В начале люди видят обвертку, название. Они сразу смотрят, где они, скорее всего, будут работать. От названия коллеги тоже много зависит. В самом названии должно звучать все, что мы делаем. Общие данные по приему иностранцев представил проректор по внешним связям КФУ Лин Арлатыпов. Он рассказал, что общий контингент иностранных обучающихся по итогам приема должен составить 6200 человек, где не менее 1465 поступят на первый курс. В завершение ректорат заслушал доклад директора Института психологии и образования КФУ Айдара Калимулина об итогах проведения 4-го международного форума по педагогическому образованию. Ректор призвал критически проанализировать все прозвучавшие в рамках форума доклады и поступившие советы и использовать в работе лучшие из них. Ожидается, что на следующем ректорате свои доклады по приему абитуриентов представит Институт управления экономики и финансов, Институт физики и Института математического блока. Артем Топичкин, Владимир Нелюбин, Ленардо Влитяров, Универньюз. Институт математики и механики и Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ представили свои дорожные карты. Подробности далее. 29 мая Институт вычислительной математики и информационных технологий Институт математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского КФУ представили к защите стратегию своего развития. Посвященную этому встречу открыл проектор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Мы должны понимать, что мы работаем в Казанском федеральном университете и каждый институт у нас должен иметь свое лицо с тем, чтобы, ну, как на любом рынке, рынке образования, рынке науки, мы должны позиционировать сами себя. Все-таки, когда имеется свое лицо, своя особенность, это всегда является привлекательным, особенно для абитуриентов, для студентов. Первым свой доклад зачитал Максим Хромаченко. В Институте математики и механики имени Лобачевского КФУ работает 170 сотрудников и занимает он более 2000 квадратных метров в компусах университета. Институт обеспечивает подготовку специалистов по трем уровням – бакалавриат, магистратура и аспирантура. На момент защиты дорожной карты здесь учатся чуть более 500 студентов. По мнению проректора по образовательной деятельности КФУ Дмитрия Таюрского, институту стоит четче сформулировать план развития и поставить должные цели для продвижения института в мировых рейтингах. Вторым дорожную карту представил Сергей Мосин. В первую очередь он рассказал о технологиях, которые предстоит развивать в ближайшее время, и о ресурсах, которые планируется привлечь к достижению поставленных целей. В своей дорожной карте мы ориентировались на крупные федеральные программы и проекты. В частности, это приоритетный проект ВУЗы как центры пространства создания инноваций, победителем которого Казанский федеральный университет стал. И, собственно, те показатели, которые там ожидаются в качестве основных результатов, мы определили для себя в том числе как цели. План развития предполагает продвижение через образовательную деятельность института в перспективе открытия новых образовательных программ по магистратуре, в том числе и в партнерстве с другими институтами КФУ – экономистами, педагогами и социологами. Аспект развития образования у нас в приоритете и, собственно, за прошедший год мы провели серьезную работу по открытию новых программ магистратуры. В частности, совместно с Институтом экономики, управления и финансов были запущены к реализации в наборе текущего года три магистрские программы. Роль математики и информатики для Казанского университета трудно переоценить. Именно поэтому в КФУ работают сразу три института, ориентированных в этом направлении. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В КФУ пришли съемки ток-шоу об исследовании генома татар. Следовательская работа проводилась в том числе силами казанских специалистов в течение нескольких лет. Реально ли узнать татарина по его генам, выясняла Аделя Шамилова. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась запись телевизионного ток-шоу нашего телеканала, посвященного результатам многолетних исследований генома татар, проводившихся в рамках глобального проекта «Составление генетической карты человеческих популяций». Гостем программы стал руководитель проекта «Геном татар», руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский. Меня пригласили рассказать о наших исследованиях, поскольку я знаю по предыдущим публикациям, что в обществе Татарстана очень большой интерес к этим исследованиям, и многие вопросы, которые я читал в интернете, мне очень понравились. Вот я здесь для того, чтобы на них отвечать. Результаты работы генетиков позволяют по-новому взглянуть на процесс этногенеза изучаемых народов. Обсуждая данный вопрос, мнения специалистов разделились. Это надо не для политических игр и не для какой-то такой вот демагоги. Это надо, в первую очередь, для медицины. Потому что сейчас те же самые лекарственные препараты, когда проводятся исследования, они проводятся где? В Северной Африке. И оттуда результаты получили, там дешевле просто-напросто. Это не значит, что точно так же они будут действовать на нас. И мы в этой ситуации должны совершенно четко понимать, где у нас есть различия, где есть слабые места в геноме, в нашем здоровье, так сказать. И где наши сильные места? Почему я говорю, что современную кровь нельзя использовать для экстраполяции ее на древние средневековые процессы? Потому что оно могло переместиться из этого региона. И там вот на месте современную кровь, а ее уже нет у этой, она переместилась в новый регион. То есть и соответственно вы ее не фиксируете. А как же мы можем тогда использовать генетику в качестве какой-то базовой дисциплины для того, чтобы говорить об этногенезе? Специалист отметил, что данные, полученные генетиками, могут быть полезными для современной медицины и криминалистики. По ДНК можно будет определить внешность преступника. По генам можно узнать, где живут люди с похожими генотипами. А вот определить этническую принадлежность пока нельзя. Так что узнать татар по генам пока не получится. Аделя Шамилова, Ленар Довлетиаров, Универ Ньюс. В Зоологическом музее Казанского федерального университета пополнение. Экспонаты, которые подарили музею, находятся в Красной книге. Именно поэтому они так ценны. Подробнее расскажет Олег Кашин. Зоологическому музею Казанского федерального университета подарили чучело двух крокодилов. В Казань присмыкающиеся попали не на своих лапах. Их незаконно пытались привезти из Вьетнама туристы. Но взять себе такие сувениры законодательство России запрещает. Воз любых видов, животных, растений, попадающих под списки СТС, внесенных в Красную книгу Международный союз охраны природы, регулируется. И, соответственно, если нет необходимой документации, то животные, растения, а также производные, то есть дериваты этих видов, они, конечно, разымаются. Оба чучела принадлежали к виду сиамского крокодила, внесены в Красную книгу. Теперь экспонаты будут храниться в Казанском университете, пополняя коллекцию вуза. А нарушителей ждет административное наказание. Олег Кашин, Ленардо Валитьяров, Универньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи знаем в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok